Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня мы с вами поиграем в крутятскую игру, в которой мне необходимо находить, выращивать и прокачивать своих монстров. А потом с помощью этих монстров я могу создавать боевые команды и, в общем-то говоря, сражаться с другими монстрами. А называется она Minimon. Я уже немного потыкался, разобрался, и игра действительно может предложить много нового интересного. И монстры здесь невероятно милые. И, в общем, друзья, если вдруг игра вам понравится, давайте соберем 4000 лайков, и я буду ее проходить. Потому что она действительно цепляет. А если вообще сильно понравится и будет много лайков, может быть, даже сегодня еще одну серию выложу. В общем, как всегда, все зависит только от вас. Но давайте я вас постепенно буду погружать в эту вселенную милейших созданий и объяснять, что здесь вообще происходит. Честно сказать, я не знаю, что здесь вообще происходит. Я знаю, что у меня есть монстры, и я уже несколько монстров собрал. В моей команде есть вот такой вот миленький крабик. Мне он нравится больше всего. Правда, потом, если он будет эволюционировать, он будет обретать новый внешний вид и превращаться в гигантского ракообразного крабообразного монстра. Потом у меня есть обезьяна, и у меня есть такая лисица. Единственное, что меня в игре смущает, что все мои монстры почему-то одноглазые. Я не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, тут все равно они милые. Например, крабик. Лисица мне не очень нравится, как-то она меня смущает, а вот крабик классный. Ну и к тому же, у каждого монстра есть таланты, есть способности, разные заклинания, и выглядят они действительно здорово. Например, гильотину. Ну вот, сейчас я показал вам. Ладно, все это можно будет проявить в бою. Давайте пойдем сразу же с кем-нибудь посражаемся. Потом я еще заберу подарок, но я должен показать вам боевую систему. Все, поехали. Лес падших. И враги у меня будут выглядеть именно так. Потом, даже вот этих монстров, с которыми я сражаюсь, можно будет как-то приручить. Но я пока еще не до конца понимаю, как. И если у меня будет больше миньонов, здесь они называются миньоны, я смогу формировать свою команду миньонов. Здесь, ну, просто дохрена, насколько я понял. В общем, игрушка может затянуть надолго. И мне кажется, вам такое нравится. Или нет? По-моему, да. Ну, мне такое, по крайней мере, нравится, где можно прокачиваться, что-то улучшать. Но да ладно, хватит болтать, пора стартовать и провести первую эпичную битву. Вообще, сражения здесь происходят в автоматическом режиме. Монстры просто сражаются. Но со временем они накапливают силу, и можно будет делать вот так. Использовать различные заклинания. Это должен уже делать я сам. Так-так-так, предметы. И некоторых монстров можно пробуждать, если наполняется вот эта мораль. Выглядит это вот так. Монстр немножечко становится злым, немножко мутирует, и начинает жестче валить соперника. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Нифига себе, я не думал, что враги могут окружать. Такого никогда раньше не происходило. Жесть! И, кстати, тут есть монстры как ближнего боя, так и дальнего. Дальнего боя находятся сзади, ближнего находятся спереди, и танкуют, скажем так. Ну, первую битву я провел. Теперь давайте посмотрим, что за подарок мне решили подарить. Вау! Вау-вау-вау-вау! Новый монстр! На халяву практически. Просто за то, что я оказался в игре. Либо мне повезло, либо разработчики очень щедрые. На третий день мне дадут какого-то зайчика. Ну, вот зайчики, лисички, какие-то они здесь не знаю. Мне такие никогда не нравились. Вот животнообразные, они классные. Хотя вот эта русалка выглядит довольно-таки мощно, и мне кажется, она обладает какими-то... кинетическими способами. Что я несу? Какими кинетическими? Телекинезом? Благодаря своим врагам? Не знаю. Может быть. Ладно, давайте посмотрим на этого монстра. Может быть, можно будет его на кого-нибудь заменить. Правда, он у меня еще не прокачан. Я так понимаю. Монстр у меня пятого уровня, а Зила у меня первого. И каким он является? Ближнего или дальнего боя монстром? Хм, я что-то пока не понимаю. Но выглядит он классно. Я бы заменил с радостью на кого-то. Хоу, ну, судя по мощи, которая здесь указана, он довольно-таки сильный. Способности комбо, но я не понимаю, какого он... вида. Такс. Перед. Да, да, да. Он тоже должен находиться спереди. Хорошо. В принципе, моя команда еще не до конца заполнена, поэтому тоже можно будет его звать. Я даже сейчас на него надену некоторые предметы. Увеличение здоровья, я так понимаю. Потом увеличение защиты. Ааа, не хватает уровня. А что я могу надеть на этих монстров? Опачки. Защиту нужно поднять, потому что обезьяна у нас в первую очередь толкует. Танкует. Здесь мы поднимем здоровье. Здесь мы поднимем... Эм, камень, прилетевший от солнца. Восстановление здоровья. Во время боя будет восстанавливаться? Но если так, то это здорово. Здесь еще предметы есть. Такс. Что у нас тут? Здоровье. И походу все предметы, которые можно было одеть, я уже одел. Конечно, в первую очередь я одеваю бойцов ближнего боя, хотя мне крабик нравится больше всего. Но урон принимают в первую очередь как раз-таки ближнего боя. Такс. Ну и следующий уровень. Что за монстры меня ждут впереди? Поехали. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Врагов становится все больше и больше. Вполне может статься так со временем. Оба, ну смотрите, команда сама сформировалась, но я могу ее перегруппировать. Со временем я могу начать сливать, и придется что-то придумывать. Ну, на самом деле, возможности будут постепенно открываться, пока ничего сложного не должно быть. Появятся какие-то новые постройки, которые даже строить не надо. Да, это большая радость. Много классных игр, в которые я бы хотел поиграть, портятся тем, что в них надо что-то строить, и это тратит какое-то время. Например, мобильные игры. Так, посмотрим, как пробуждается этот чувак. Воу! Становится яростным. И игры, такие как Battle Cats, они классные, потому что там не надо ничего строить, не надо ждать, просто идешь и сражаешься. И походу эта игра похожа. И это меня уже радует. Будем пробуждать абсолютно всех монстров по возможности. Ну и использовать, конечно, заклинания. Посмотрите, какие мы жесткие. ХП у меня практически никогда не тратится. Жесть. Опачки. Поднялся уровень до второго. Скоро я смогу одевать на него вещи. Хорошо. Так, а что у нас еще здесь есть? Миньоны. М-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Вот есть какой-то Скелланс. Он заполнен на 5 из 10. Где получить? Элитный 3 на 3. Элитный 5 на 6. Элитный 9 на 3. Видимо, до этих уровней я пока не дошел. Но Скелланс выглядит классно. Особенно улучшенным. Посмотрите. В первой форме он выглядит довольно-таки слабеньким. Но когда улучшается, получается такой самоходный рыцарь. Потому что у него есть пика эта рыцарская. Не знаю, что он будет делать. Видать, разгоняться, сражаться. Стартовая награда. То есть я даже еще и малой части не прошел. Пока эти бои довольно легки для меня. Но поехали. Поехали, поехали. Нужно будет попробовать, что такое автобитва. То есть я просто пропущу ее. Или монстры будут атаковать в автоматическом режиме. Без меня. Не нужно будет им указывать, кому какое заклинание использовать. Где Умбра? Кому он нужен? Я могу с легкостью закончить это сам. Ты забыл, что нам нужно 5 миньонов в команде. Не так ли? Ну, 5 миньона я бы хотел получить. Но пока, видите, друзья, я бы составил вам компанию. Но я не могу никак влезть в экран. И, в общем, придется вам бегать пока вчетвером. Блин. А лисица-то, когда злится, она становится... Остается довольно-таки стрёмно. Ещё стремнее, чем до этого. Я не знаю, но почему-то она меня пугает. Она должна выглядеть мило, но я её боюсь. Не хочу с ней связываться. Лучше буду использовать гильотину. Давай. Давай, крабик. Давай, крабик. Отлично. Мана восстановилась. Теперь злись, крабище моё. И начинай разрывать. Враги тоже пытаются злиться. И... Удаётся даже снимать мне какую-то часть ХП. Горилла немного пострадала. Хм. Ты очень силён, Энкоба. Что ты ожидал? Эти кулаки не для показа. О чём ты говоришь? Мы можем просто продолжить. И монстры здесь тоже будут болтать. Я в таких играх немного не приемлю болтовню. Но здесь, наверное, есть сюжетка, да? Такс. Что за вещи я получил? Наверное, их стоит одеть немножко. Давайте попробуем. Ой, не туда зашёл. К миньонам. И... 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 И смотрим. На кого я что могу одеть? Улучшить. Что это значит? Значит... А-а-а-а. Я понял. Я повысил уровни. Уровень. И таким образом открыл новое заклинание. Хорошо. Канал энергии, чтобы создать мощный энергетический шар, который взорвётся при ударе. Такс. А куда исчезли все предметы? То есть для того, чтобы... Стоп. Улучшить. Надо потратить эти предметы. Но давайте наденем всё возможное. А как использовать теперь эту способность? Как сделать так, чтобы он делал не злое буйство, а именно волну взрыва? Потому что это классно. Тогда он будет наносить урон, получается, всем противникам, а не только передним. Ну и эти заклинания можно улучшать. За золото, которого у меня довольно-таки много. Ну давайте прокачаем так. Отлично. До максимума. И крабику я, наверное, тоже прокачаю. Кстати, я её уже, видимо, прокачивал. Комбо. Что значит комбо? А-а-а. Если совместить нескольких монстров. Я понимаю. А что за таланты? Всего три. Для этого нужны какие-то... Нет, это не то. А-а-а. Уровень племени 8 откроет таланты. Всё, заметил. Хорошо. Вопросов нет. Двигаемся дальше. Может быть, на тебя что-то можно будет надеть? Надеваем. Когда будет достаточно предметов, я так понимаю, можно будет тебя улучшить. Ну а пока мы двигаемся дальше. Будем сражаться не с боссом, а с какими-то маленькими монстриками. Ай-ай-ай-ай-ай. Хочу попробовать быстро. У меня таких 110 штук. Я не знаю. А-а-а. Это чтобы по второму кругу пройти уровень. Хорошо. Видимо, какие-то вещи можно выбить, а какие-то вещи выбить нельзя. А что если того чувака, которого я открыл наполовину, можно получить в одном из предыдущих уровней? Я видел уровень, где я сражался с этим чуваком. Может быть, я смогу задавить его своим авторитетом. Он поймет мою мощь и примкнет к моему войску, чтобы выживать в дальнейшем в этом суровом мире минимонов. В этом суровом мире одноглазных существ. Такс, ну давай попробуем использовать твое заклинание. Я не понимаю, как. Где заменить предыдущее заклинание на новое? Может быть, перед началом битвы я чего-то не уследил. Но заклинание можно даже пока особо и не использовать. Да нет, повторять я не вижу смысла. Так. Ну, идем дальше. Так. Ну, не понимаю, не понимаю, друзья, не понимаю. Ну-ка, секунду. В общем, я, ребят, немножко еще побегал, потыкался, посмотрел и пришел к выводу, что, вероятно, эту волну взрыва он будет использовать как-то автоматически. Потому что я так и не понял, как можно на нее переключить. Я пытался здесь нажимать, но отчет никак не выходит. Ладно, ничего страшного, но зато я нашел кое-что. Мне, оказывается, дали награду, которую нужно было собрать. И теперь я могу призвать этого самого Умбру. И моих бойцов, наконец-таки, станет пять. Давайте его призовем. И в лучшем виде он будет выглядеть просто фантастически. Но пока он только первого уровня, нужно брать его почаще в бой, чтобы он прокачивался. Ну что ж, поехали. Поехали, поехали, поехали. Придется сражаться с совой. Блин, сова выглядит классно. А если он будет эволюционировать действительно в сову, то это супер. Было бы круто получить его в свою команду. Но да ладно, всему свое время. И Умбра каким является? Передним, серединным, задним. Я понял, серединным. Нас пять. Но мне кажется, что максимально можно будет одеть шесть. Посмотрите, в ряду еще есть одно местечко. Специально для совы, если вдруг она мне выпадет и сможет сражаться. Ладно, сейчас буду пытаться всячески активировать способности своей обезьяны. Если все получится, она наконец-таки начнет кастовать магическую атаку. Хотя здесь места вроде бы особо и нету. Ну, не знаю, посмотрим, как будет получаться. Авто я не буду нажимать, разумеется. Давай, атакуй. Пам-пам-пам. И сразу половина маны заполнилась. Ну, к чему это? Непонятно. Я видел, как злится Умбра, но я не видел... Нет, я видел, как злится этот чувак. И он выглядит устрашающе. Буду пытаться его активировать. Давай, используй свое заклинание. Вау-вау-вау! Что делает сова? Он умеет использовать магию с заморозки. Блин, это очень здорово. В моей команде обязательно нужен чувак, который умеет давать станы. В любой игре это всегда залог успеха. Все радуются, а эта гребаная лисица повернулась просто задницей к врагу. Я, конечно, понимаю, что таким образом ты пыталась противника своего унизить, но это как-то бесчестно. Мы ведь сражались честно. Что в черной дыре? Давайте посмотрим. Я чувствую огромную силу, исходящую из бездны. У меня плохое предчувствие. Энкоба, Энкоба, только не говорите, что он уже ушел туда. Черная дыра. Вы можете найти очень сильных монстров в пустоте. Я так понимаю, на халяву было бы здорово. О-о-о-о-оу! Вау, эта штука громадная, и оно не выглядит дружелюбным. Здравствуйте, маленькие миньоны, вы пришли утолить мой голод? Его магия невероятно сильна, нам конец. Нет, я так не думаю, мы сможем победить И почему нас здесь только трое? Черт побери, я не мог выбирать бойцов Я хочу взять других Блин, надо будет что-то делать И магию мы как-то медленно Восполняем Черт побери, это было жестоко Ха-ха-ха Кого из вас мне следует съесть первым? Детеныш, тебе слишком опасно находиться здесь Позвольте мне вытащить вас отсюда Следите за манерами Я собираюсь кушать, а вы портите мне аппетит И я не люблю миньонов, которые портят мне аппетит Блин, этот монстр выглядит классно Интересно, можно будет получить его или нет Эти детеныши вернутся, как только станут сильнее Так что не волнуйтесь Да, действительно, нужно немного посражаться Прокачаться, прежде чем я пойду сражаться с тем балбесом Какой-то он слишком жесткий Слишком много у него здоровья Ладно, хорошо Пока придется просто потерпеть Бездна разблокирована, я понял Надо будет туда зайти Но когда я буду готов, вопрос в этом Не знаю Ну и думаю, друзья, можно остановиться Именно на этой печальной ноте, когда меня всех Убили Всех моих бойцов Если вы захотите продолжение Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк Написать в комментах, что вы об этом думаете Если не захотите, не ставьте Не пишите Это ваше право, как всегда А если кто-то уже с игрой знаком И играл в нее Подскажите, наконец-то, как использовать заклинание Этой гребаной гориллы Ну а с вами был Перпетум или же Александр Большое спасибо за внимание За просмотр До новых встреч Всем удачи И всем пока, друзья Пока Субтитры сделал DimaTorzok